добрый день дорогие друзья с вами компания про тюнинг меня зовут игорь и сегодня у нас наконец-таки народный автомобиль это hyundai elantra 2024 года это последнее актуальное поколение и давайте же разбираться что в этой машине интересного и примечательного хочется начать с того что это типичный автомобиль c-класса тут у нас не будет того функционала которого мы привыкли на автомобилях про который мы вам рассказываем обычно на этом канале но опять же здесь это в принципе нормальная ситуация машина нужна немножко для других целей говоря про дизайн автомобиля снаружи она очень сильно изменилась по сравнению с предыдущим поколением это можно сказать что прям абсолютно новый автомобиль очень сильно сузилась нижняя нижняя часть стала прям такой очень-очень низко она прям ну почти по колено мне ну современный дизайн это уже не первый автомобиль с такой тенденции на такую вот узкую переднюю часть автомобиля но смотрится на самом деле достаточно интересно плюс кстати который я сразу вижу в таком исполнении то что фара у нас стоят низко и наверное редко будет ситуации когда вы сможете кого-то ослепить на встречном направлении движения по дороге далее сама решетка радиатора тоже стандартная ситуация для всех современных моделей hyundai то что у нас такие рубленые формы которые начинаются у нас собственно в этом месте продолжается вплоть до самой задней части автомобиля также чтобы объединить визуально фара автомобиля слева справа у нас по центру идет такой вот хромированный интересный молдинг и что еще у нас здесь на передней части автомобиля первых это парктроники которые установлены в переднем бампере и довольно такой скрытый радар который стоит у нас прямо под номерами автомобиля вот по центру собственно говоря переходим далее здесь у нас установлены 17 колесные диски литые за ними находится тормозная система спереди и сзади это дисковые тормоза а по подвеске спереди стандартно макферсон сзади у нас балка и еще очень интересно то как исполнила боковая часть автомобиля опять же те самые грани по которой я вам рассказывал спереди они у нас также здесь продолжаются все эти линии расходятся по всей длине автомобиля сбоку что еще у нас тут есть бесключевой доступ на передних дверях и панорамный люк на крыше ну и немного поговорим про заднюю часть на самом деле она мне больше всего нравится в этой машине потому что сделано максимально изящной и очень красиво те же самые острые линии крышка багажника верхняя часть этот торец у нас имитирует такой спойлер вот эти вот боковые клыки такие выпирающие и часть назад смотрится очень классно ну и плюс фонари тоже у нас имеет очень острые формы он у нас цельный продолжается через всю ширину автомобиля сзади ну и дополнительно здесь у нас есть парктроники и камера заднего вида что уже очень приятно при парковке задней части автомобиля ну и совсем чуть-чуть про багажник как видите у нас тут к сожалению электропривода нету все сделано чисто механикой по самому багажнику достаточно просторный большой на самом деле сюда может много чего поместиться с завода у нас сюда кладется знак аварийной остановки светоотражающий жилет документация к автомобилю и впрочем больше ничего но тут у нас шесть попал открыв который можем сразу увидеть запасное колесо это у нас докатка и весь необходимый комплект для его замена и так перемещаемся в салон что он можно отметить здесь примечательно во-первых это отделка сидений из кожи естественно это у нас не натуральная кожа к сожалению такой бюджет вы этого на сегодняшний день нигде не встретится но тем не менее сделано на самом деле очень классно в плане дизайна выраженная боковая поддержка что спереди что сзади также кожа наделка у нас присутствует на ободе руля дверные карта у нас сделаны из пластика с центральной вставкой вот такой вот из ткани тоже очень приятно тут же у нас идет такая контрастная серая прострочка и очень красиво сделаны динамика высокочастотный прям в отдельно вот так вот выделены они свое место и контрастно покрашен такой серебристый цвет на самой двери все стандартно регулировка стеклоподъемников передних задних и регулировка зеркал заднего вида что еще у нас есть приборная панель с экрана мультимедиа системы очень классно сделано в том плане что она все немножко как бы повернута под водителя что эта часть верхняя что центральная консоль который выходит из такая даже ручка есть но опять же вернемся к самой приборная панель и она у нас полностью цифровая очень приятно много чего вылиться на этот экран по состоянии автомобилю по всем показателям которые нам необходимы во время езды также здесь можем настроить круиз-контроль с руля который здесь у нас уже имеется и на самой мультимедиа тоже имеется много чего открываем меню сразу видим что первым вторым пунктом у нас идут карты с навигацией далее если мы посмотрим можно подключить сюда свой телефон по блютузу открыть настройкой климата сделать все что на необходимо дополнительные разные параметры настройки автомобиля и различных его функций на самом деле здесь можно провести достаточно большое количество времени и на последнем экране у нас идут уже стандартные приложения так это автомобиль нас из китая то они у нас здесь уже предустановлены ну и перемещаемся далее под мультимедиа системы у нас есть блок кнопок для более быстрого доступа по центру находится шайба для управления громкостью музыки и под ней уже отдельный такой блок у нас выведен с экранчиком для управления климат-контролем снизу еще дополнительные кнопки для включения подогрева сидений подогрева руля подогрева переднего и заднего стекла и еще что очень приятно что на центральной консоль у нас есть полочка для хранения вещей но сюда мы можем сложить еще телефон который будет у нас заряжаться беспроводным образом здесь же сразу видно что есть разъем избитой пси избит 2 0 стандартный и дополнительный прикуриватель а возле селектора кпп находится еще ряд кнопок первое из них это выбор режима езды кое-кто-то у нас 4 это комфорт и к спорт режим из так называемый smart то есть это индивидуальный режим который будет подстраиваться под вашу манеру езды далее ручной тормоз и система автохолда и тут же у нас еще есть два подстаканника для ваших напитков но я думаю многие заметили то что сверху у нас тот самый люк который сейчас открыт работает а у нас в двух положениях на проветривание полностью открытие и также можно его еще до двину туда назад и также у нас здесь есть механическая шторка ну и перемещаемся на задний ряд я специально не двигал переднее сиденье настроена но под меня на ты на что у меня как бы рост метр восемьдесят семь и даже при таком условии места в ногах еще остается огромное количество но вот единственно над головой немножко не хватает мне места но опять же это при учете человек который будет собственно высокого роста в общем здесь на что есть сетка для хранения вещей к сожалению только в одном сиденье и зарядка и избитой все для собственно самого заднего ряда под капотом у нас находится полуторалитровый бензиновый двигатель это рядная четверка которая работает в паре с вариатором в принципе особо здесь больше нечего рассказать в этом 115 лошадиных сил понятное дело что супер динамика вы здесь не получится она здесь особо и не нужно но единственное на что упал мой взгляд это то как расположен здесь блок управления двигателем так называемые мозги они у нас ничем не защищены и сразу под ними идет локер колеса переднего и в случае чего я думаю это может все залить водой что будет очень неприятно если будут какие-то последствия поэтому если что это все можно заранее оградить чем-нибудь защитить чтобы она у нас не страдала от попадания влаги этот автомобиль представлен в нашем автосалоне противник за два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей если что у нас не один в наличии у нас их несколько так что скорее приезжайте не забывайте то что мы находимся не только в городе краснодар по адресу улица российская 263 а также в городе москва обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал чтобы не пропустить все новинки которые приходят в наши автосалоны и не только также мы постим туда автомобильные интересные новости и подписывайтесь на этот youtube-канал на котором выходит видеоролик чтобы не пропустить самые последние новинки поступлений в наш автосалон и ставьте лайк этому видео напишите комментарий как вам этот автомобиль